Всем привет, с вами Preo. Получать различных редких маунтов, получать различные редкие игрушки, получать различных редких питомцев, это всегда приятно в игре, при условии того, что вы конечно коллекционируете какие-нибудь такие интересные предметы. Ну или просто-напросто стремитесь к достижению, к уникальному, к хорошему достижению, например, 400 маунтов. Там такой классный маунт, приколор версия. Да ладно, не будем о грустном. Относительно недавно стартанул Pre-Patch, уже почти недельку назад, и вместе с Pre-Patch'ем стартанула новая функция для прокачивания персонажей, а именно время хроме. То есть вы можете выбрать любой контент для прокачки при условии, если у вас есть уже какой-нибудь 50-й левел персонаж на аккаунте. Это довольно-таки интересно, и люди, те, которые поумнее, которые разбираются в маунт-фарме, в различном таком кросс-сервинге, нашли довольно-таки интересный способ. Сейчас мы с ним ознакомимся. Переносимся в Дискорд и видим сообщение от Ранлома в Дискорде под названием «Коллективные достижения». В этом Дискорде очень много различных групп собирается с целью того, чтобы получить кого-либо маунта, с целью того, чтобы получить кого-то питомца, да и просто с целью того, чтобы сделать какую-нибудь ачивочку. Ссылочка на Дискорд будет в описании. А способ довольно-таки простой. Четыре пункта и два примечания. Также ссылка на статейку на сайте LandClub, которую тоже стоит рассмотреть. Окей, поехали разбирать пункты. Первый пункт. Время хроми – это новая фаза для качающихся игроков. Итого, на данный момент есть четыре фазы. Обычный VM-off, то есть оффнутый вармот, когда мы просто бегаем любым персонажем. VM-on – включенный вармот, когда мы бегаем любым персонажем. Хроми – вармот оффнутый, а также хроми – вармот включенный. Четыре фазы. Мобы во времени хроми скалируются под ваш уровень, и там можно ловить рарников. Это самая главная мысль, которую стоит уяснить. Второй пункт. Ну, тут отсчет с нуля идет, но мы нумеруем с единицы. Второй пункт. Создаем персонажа десятого и выше уровня на желаемом сервере. Лучше всего подойдут какие-нибудь заграничные РП-серверы. Франция или Германия. В закрепленном канале «Прочее» имеется список ролеплей-серверов. Но вы как-то зайдете в этот дискорд, откроете «Прочее» для себя канал, и там все глянете в закрепленных сообщениях. Можно прокачать. Вармот доступен для 20-х и выше персонажей, и персонаж не должен быть выше 49-го уровня. При необходимости стопните опыт. Третий пункт. Допустим, вы нашли условного Анакса, тот дракон, который находится в подземье, с него падает светящийся дракон, и хотите его пошарить. Ну, то есть, с целью того, чтобы не убить его соло, пошарить это, собственно, раскидать для других участников группы. Вы приглашаете в группу желающих, ждете, пока они будут в одной локации и одинаковом вармоте с вами. После этого включаете синхронизацию. На карте находится справа под журналом квестов. Ну и последний пункт. Саппартийцы, то есть, люди в вашей группе попадают к вам в фазу, и вы убиваете условного Анакса. Все счастливы. Да, действительно, все счастливы. Я бы тоже был не против его убить. Примечание 1. После включения синхронизации пригласить больше людей не выйдет. Придется пересобирать пати. Ну, это такая временная трата, то есть, но все равно будьте с этим аккуратнее, потому что мало ли. И примечание номер 2. Если ваш персонаж ниже уровня локации, в этой ссылке прописаны все уровни локации, мы сейчас тоже немножечко глянем, то он не получит лут с этого рарника. Прандлом просто сделал чудовищную работу касательно этого. Все написал и на такое количество людей. А теперь просто переносимся на Нуклаб и там глянем левела локаций. Так, вот она эта статейка, то есть, что такое время хроми. Вы это и так знаете из моих видосиков, как его включить, то есть, что нам для этого нужно. Среднее время прокачки. На эту тему тоже был отдельный видос. И вот у нас получаются доступные во времени хроми локации. Прописаны абсолютно все локации и абсолютно все левела, в которых идет диапазон этих локаций. То есть, например, в чем суть? Если вы влетаете в условное подземье на каком-нибудь там 25 уровне и убиваете Эанакса, вы не получите с него лут. Минимум 30-й и максимум 49-й, потому что на 50-м вас выкинет из времени хроми. Что у нас еще есть интересное? Грозовая гряда, там таймлост, затерянный во времени протодракон. То есть, минимум 25-й. Что еще есть интересненькое? Давайте вспомним так по-быстренькому. Сложно? Наверное, альпака какая-нибудь в Валдуне с 35-го. Хотя там ее просто нужно накормить. Ну то есть, лучше просто-напросто апнуть какой-нибудь 40-й хотя бы 5-й уровень, 49-й, чтобы вообще комфортно себя чувствовать. И стопнуть этим персонажем уже просто-напросто. Потом бегать и все абсолютно ловить. Каких-нибудь маунтов, собирать группы и делать вообще все-все-все, что нужно с целью пополнения коллекции. Думаю, после этого видосика ваша коллекция пополнится. Хотя бы маунтов на 5 каких-нибудь редких. А это уже будет, в принципе, неплохо. То есть, на текущий момент у меня 450 маунтов из 557. Это 80% коллекции. И кемпинговых у меня вообще почти нету. У меня нет фабиуса, у меня нет таймлоста, у меня нет... Эанакса, вообще грусть. А играю 10 лет. Окей, может быть, скоро поймаю их, посмотрим. Воспользуюсь этим способом. И, может быть, на стриме в ближайшее время вы все это увидите. Воочию, так скажем. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok